Водопроводная вода, которую всех россиян, в том числе и жителей Волгоградского региона, старательно призывают беречь, вот уже второй месяц течет по улице Правды, что в Краснооктябрьском районе Волгограда. За это время на дороге образовались даже небольшие озерца, подернутые тиной. Течет откуда-то, вот с камышей, с труб, неизвестно откуда. Течет она вот уже месяца два у нас это все идет, и поток не уменьшается. Уже сначала, если как-то было все это, думали вот-вот-вот-вот, то уже вот за два месяца, видите, что вода у нас зацвела. Малый ручеек, так сказать, уже далее превращается в озеро, которое, наверное, уже не озеро, а скоро будет болотом, потому что после этой тины, скорее всего, появятся тут лягушки. Мусор, который находится в лужах, дворники, но не в силах убрать. Уже доходит до того, что, выходя на работу, или там мы с детьми, вынуждены идти по этим, по лужам. Горожане признаются, что уже и забыли про чистые автомобили и про прогулки с детишками по двору, потому что невозможно гулять там, где текут такие ручьи, отдавая запахом сырости и прелой травы на всю округу. Три месяца отсутствия, у меня ребенок инвалид, в Петербурге лечить, приехали с костылями, и как ребенку здесь эти лужи перепрыгивают в таком состоянии, когда здоровые люди и то не могут обойти. И чем дышать нам здесь? Сколько крокодилов здесь появится? Жители девятиэтажек, вынужденные лицезреть такие пейзажи, говорят, что найти крайних им так и не удалось. В управляющей компании «Жилье 46» им сказали, что ручьи не их компетенция. Она не раз уведомляла об этой ситуации и МУП «Городской водоканал», и МУП «Тепловые сети». Однако, по их словам, ответа так и не последовало. Найти конкретный источник воды не представляется возможным. Вокруг предполагаемого места течи находятся заросли камышей и густой травы. Сегодня журналисты информагентства дозвонились до пресс-службы «Водоканала». И там очень удивились, что труба течет два месяца, а они не в курсе. Да ну, два месяца, и течет вода, и мы за нее платим, и мы не ответили. Ой, это что-то все из разряда фантастики. На улице травы одну вещь устранили, а вторую устраняем завтра. В «Городоканале» обещают разобраться с текущей трубой в ближайшее время. А пока что жителям этого оазиса приходится кое-как перебираться через лужи и грязь и дышать такими ароматами, что и врагу не пожелаешь.